Эпидемиологическую ситуацию в стране пока сложно назвать стабильной, как и материальное положение многих российских семей на данный момент. В июле пенсионный фонд стал перечислять на счета граждан дополнительную разовую помощь от государства. Июльские 10 тысяч рублей на детей в возрасте до 16 лет. Согласно указу президента номер 412 23 июня граждане получившие по 5 тысяч рублей за детей от 0 до 3 лет в период с апреля по июнь 2020 года и граждане получившие 10 тысяч рублей единовременно за детей от 3 до 16 лет имеют право на получение дополнительной выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 0 до 16 лет. По 10 тысяч рублей полагается не на семью, а на ребенка. Если в доме несколько детей, то на каждого. Эти выплаты пенсионный фонд перечисляет автоматически без дополнительных заявлений и предоставления документов. На те же банковские счета, которые указывали слабожане ранее в заявлениях на другие единовременные детские пособия. У некоторых жителей города и района с автоматическим зачислением новой меры поддержки возникли проблемы. Потому что кто-то уже успел закрыть счета, на которые им перечисляли предыдущие выплаты. Перечисление всего прошло на первоначальные счета, которые были заявлены изначально. Но так как счет закрыт, банки, денежные средства вернули обратно в пенсионный фонд. Мы таких граждан вызываем, чтобы они предоставляли новые расчетные счета. И будет повторено зачисление на новый расчетный счет. Основное перечисление выплат прошло по всей стране 1 июля. По Слободскому городу и району они перечислены на 10,5 тысяч детей. Осталось еще порядка 300 юных слабожан, которым это и другие меры поддержки положены. Если родители еще не подавали заявление на предыдущие единовременные выплаты, за ними такое право сохраняется до 1 октября. После подачи заявления июльскую выплату перечислят вместе с другими. Дополнительную информацию можно узнать по телефону горячей линии пенсионного фонда 57620.